Привет, друзья! Меня зовут Юля. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами поговорим о глаголе писать. Писать это глагол несовершенного вида. Написать глагол совершенного вида. Пишем мы что? Письмо, доклад, отчет. Винительный падеж. Пишем мы чем? Творительный падеж. Ручкой или карандашом. Пишем кому? Дательный падеж. Маме, подруге, мужу и так далее. Писать, написать. Не путайте с глаголами писать, пописать. Это писать, это писать. Итак, давайте с вами будем добавлять различные приставки и смотреть, как меняется значение этих глаголов. Итак, дописывать, дописать. Это значит закончить писать что-то. Например, как только я допишу этот доклад, я пойду отдыхать. Значит, как только я закончу писать этот доклад, я пойду отдыхать или смотреть телевизор. Переписывать, переписать. Приставка пере говорит о том, что мы делаем это действие снова и снова. Переписывать, переписать значит написать еще раз. Например, я сделала слишком много ошибок в этом предложении. Мне нужно его переписать. Значит, мне нужно написать его еще раз. Напоминаю вам, что первый глагол всегда глагол НСВ, несовершенного вида. Второй глагол – это глагол СВ, совершенного вида. Итак, глаголы переписывать. Переписать мы используем, когда мы пишем что-то еще раз. Переписываться – здесь есть только глагол несовершенного вида. Это значит обмениваться сообщениями. Может быть в соцсетях, может быть СМС. Например, я переписываюсь со своей подругой каждый день. Или вчера я переписывалась с сестрой и сказала, что я скоро приеду в Россию. Например. А вписывать – вписать. Итак, смотрите, у меня есть кроссворд. И здесь есть вот такие окошки. И мне нужно сюда вписать пропущенные слова. То есть вписать – это значит написать слова вот где-то вот здесь. Либо, например, вот здесь у меня написано имя. Это значит вот здесь, вот сюда вам нужно вписать свое имя, либо свою фамилию. Выписывать – выписать. Это значит выбрать какие-то отдельные слова откуда-то, из чего-то большого. Например, у меня здесь есть небольшой текст. И в задании может быть указано. Выпишите только прилагательные. Либо выпишите только глаголы несовершенного вида. Это значит, что вы читаете этот текст, выбираете те слова, которые вам нужны. Ну и пишите, например, где-то внизу. Выписывать – выписать. У этих глаголов есть еще медицинское значение. Например, я заболела. У меня заболело горло. И доктор выписал мне антибиотики. Это значит, что доктор дал вам документ, с которым вы пойдете в аптеку и купите это лекарство. Доктор выписал вам лекарство. Либо, например, вам прям совсем плохо, и вы находитесь в больнице какое-то время. Например, неделю. Вы лежите в больнице. Вы там спите, пьете лекарства, ходите по врачам и так далее. Через неделю вам стало лучше. Вы выздоровели. И доктор вас выписывает. То есть доктор вам дает разрешение на то, чтобы вы поехали домой. Доктор вас выписал из больницы. В этом контексте мы также можем использовать возвратный глагол. Например, после недели нахождения в больнице вы себя уже прекрасно чувствуете и говорите доктору, я хочу выписаться, я уже себя хорошо чувствую. Доктор вам говорит, хорошо, я вас завтра выпишу. Это значит слушать какую-то информацию и писать ее. Например, я надеюсь, что вы сейчас записываете значения этих глаголов. Либо когда вы хотите пойти к врачу, либо на стрижку, либо на маникюр, вам нужно позвонить, например, в больницу и сказать «Запишите меня, пожалуйста, к терапевту». Либо «Запишите меня на стрижку». То есть вы хотите туда пойти. Можно опять-таки использовать возвратный глагол в этом контексте. «Записываться», «Записаться». Вы звоните и говорите «Добрый день, я хочу записаться к стоматологу». То есть вы хотите назначить встречу со стоматологом, прийти к нему на прием. Вы хотите записаться. И вам ресепшонистка отвечает «Хорошо, я записала вас к стоматологу на завтра в 10 утра». Например, «расписывать», «расписать». Это значит «рисовать». Очень часто мы используем эти слова с храмами. Например, «Он расписал потолок в храме». Либо «Она расписывает статуэтку». То есть она рисует на этой статуэтке. «Расписываться», «расписаться» значит «пожениться», «стать мужем и женой». Например, «Мои друзья недавно расписались». То есть они стали мужем и женой. «Расписываться», «расписаться» значит «ещё ставить свою подпись». Например, у вас есть какой-то договор, и вам нужно внизу расписаться. То есть вы ставите какую-то, не знаю, свою вот такую подпись. То есть вы здесь расписались. Синоним – это подписывать, подписать. Например, подписать договор, либо подписать какой-то контракт. То есть вы можете сказать «я подписала договор», либо «я здесь расписалась». Вы можете своего руководителя попросить подписать договор. Вы можете сказать «подпишите, пожалуйста, этот договор», либо «распишитесь здесь, пожалуйста». А подписываться, подписать ещё можно подписать, кстати говоря, открытку. Например, мне студент подарил открытку, и здесь внизу он её подписал. То есть он здесь написал своё имя, он написал, от кого эта открытка. Он подписал мне открытку. Подписываться, подписаться – это значит становиться подписчиком. Например, я надеюсь, вы уже подписались на мой канал. То есть вы мой подписчик. Если нет, пожалуйста, подпишитесь. Противоположным по значению будет глагол «отписываться», «отписаться». То есть перестать быть подписанным на кого-то. Например, я уже устала от этого блогера. Не хочу больше смотреть её видео. Я от неё отпишусь. Я хочу от неё отписаться. Итак, расписываться, расписать я вам рассказала. Следующие глаголы – описывать, описать. Это значит рассказать подробно в деталях. Например, не желаю никому, у вас украли сумку. И вам полицейский, вас полицейский просит описать подозреваемого. То есть описать человека, кто украл вашу сумку. Описать его внешность, рост, телосложение, цвет волос и так далее. Либо со студентами в качестве практики разговора, я их очень часто прошу, описать свой день. То есть подробно рассказать, как прошёл их день, чтобы практиковать говорение. А приписывать, приписать – это значит добавить. Например, вам, вас преподаватель попросил написать текст из ста предложений. Вы написали только девяносто восемь. И вам он говорит, вам нужно приписать ещё два предложения. А приписывать, приписать – значит добавлять. Ещё можно использовать в таком контексте. Ваша мама описывает вашего соседа и говорит, какой же Вася хороший. И работа у него прекрасна. И он такой добрый. И он такой вежливый. И вы ей говорите, хватит Васе приписывать несуществующие качества. То есть хватит добавлять ему качества, которых у него нет. И последний глагол – это списывать, списать. Первое и основное значение – это значит копировать. Обычно на экзамене, если вы к экзамену не готовились, вы можете у кого-то списать, либо у вас может быть какая-то шпаргалка, с которой вы можете списать. Например, я списал на экзамене, поэтому получила пятёрку. А списывать, списать можно использовать ещё в таком контексте, как давать объяснение какой-то чему-то случившемуся. Например, произошла авария. И причину списали на плохую погоду. Это значит, что плохая погода стала причиной этой аварии. То есть это списали на плохую погоду. Вот и всё, друзья. Если вы хотите получить подробный PDF с этими глаголами и примерами, а выполнить упражнение, то подписывайтесь на мой Patreon. Спасибо, что посмотрели это видео. И до новых встреч. Пока-пока.